всем привет с вами саня и сегодня у меня на распаковке целых 20 дисков blu-ray хоть я и приболел тут как-то тяжко но не удержался когда увидел так сказать слив можно сказать по таким ценам это только можно назвать сливом вот одна торговая сеть сливает нос как нам старые фильмы так скажем по довольно таки неплохим ценам у меня вот тут даже чек остался и за эти 20 дисков вот такой длинный чек я заплатил вместе с пакетом ну 2500 рублей в общем это 20 дисков ну давайте их откроем посмотрим что за фильмы и также распаковка 127 часов хоть фильм и состоит из одного персонажа так скажем который застрял в горах вот но довольно довольно увлекательное зрелище на полтора часа такой диск сзади давайте откроем посмотрим кто не в курсе бывает точнее у нас и которые здания продается но там вроде как без дополнительных материалов вот нет они на диске есть но их нельзя воспроизвести потому что во время рендеринга или там как когда диск создают вот не сделали кнопку дополнительные материалы вот такой диск 127 часов едем дальше призрачный патруль стоил 99 довольно увлекательные увлекательное зрелище с джеффом бриджесом и райаном рейнольдсом давайте откроем посмотрим свое фильм время мне фильм понравился так что за 99 я его взял вот такой диск едем дальше не сломленный 149 рублей стоил не знаю о чем этот фильм просто увидел видать про спорт не знаю посмотри картинка понравилась вот я его решил взять тут уже как видно перепаковка запаян в полиэтилен наверно его кто-то посмотрел а потом запечатал и вывалил на прилавок но там все-таки экземпляры были нет диск чистый все нормально он такой фильм не сломленный не знаю даже о чем он едем дальше гладиатор это мое второе такое же издание двухдисковые это издание уже с ремонтированной картинкой на это отличить так что вот здесь написано ridley scott а на старом издании где не ремонтированная картинка написано ridley scott а вот эти можно отличить издание давайте посмотрим что у нас там внутри но там должно быть два диска там написано дисковое издание на на одном шпинделе придется коробочку опять поменять вот такие коробки я постоянно выкидываю ну два диска да все вроде нормально гладиатор второе издание у меня на полке едем дальше еще один неплохой фильм гангстер где дэнзел вашингтон играет бандюгана рассел кроу за ним гоняется смотрел давно так фильм на 7 черепов мне в принципе понравился давать посмотрим давно я хотел фильм купить но не было по приемлемым ценам диск как диск это не старое издание это уже от 20 век фокус издание первое было от universal picture россия такой мультик взял не знаю даже о чем он turbo по картинкам понравился так что просто выбрал из-за картинки ну из-за цены естественно 29 рублей так вот такой диск опять это коробка старый не старая непонятная диском все норм такой вот диск едем дальше тоже не знаю о чем этот фильм фильм общак называется взял потому что том харди потому что играл безумного макса как бы этим все сказано даже не знаем даже не залез на сайт не ознакомился сколько там черепов выставлено этого фильма 99 рублей не так много сейчас сигареты стоят дольше до дороже то есть вот такой диск фильм общак номерапа сыграет который в этом у самого ридли скотта играла взял вот этот фильм но вообще это мелодрама взял потому что опять же так так скажем как там тандем вот раз сала кроу и ридли скотта так что просто взял на полку посмотрю как на все в принципе мелодрама не очень люблю но сойдет скажем 99 да может довольно таки интересное кино вот такой диск марион катия играет и рассел кроу едем дальше так это я ставлю на потом морпехи джейк джилленхол взял только из-за него старое издание можно заметить вот это голограмма universal это когда еще на нашем рынке была представлена компания universal picture россия где она у них интересно так залежала столько времени это издание уже давнишь не дай фильм как бы не новый ну про мир и кошек америкаш как они воюют взял наверно один раз вот такой еще диск джейк джилленхол а и джейми фокс там еще играет неплохо вот этот фильм взял еще знакомьтесь джо блэк тоже не видел его но слышал о нем очень лестные отзывы поэтому сразу его взял брэд питт энтони хопкинс вот сразу на полочку пойдет ну естественно посмотрю а потом на полочку такой диск тоже фильм universal но это уже перевыпуск от 20 век фокс едем дальше oblivion том кукуруз но тоже мне это фильм впечатлил не на один раз я его с удовольствием пересмотрю красивый такой ну еще плюс морган фриман там играет как это там опять про конец света антиутопия вот такой диск фильм oblivion том кукуруз едем дальше форсажок взял первая вторая треть четвертая часть у меня есть 5 нету вот и смотрю стоит шестая часть думаю надо брать шестая часть все-таки форсажа конечно они ушли от своих канонов первой части 2 уже тут сказочки какие-то стали но все равно но это же форсажок вот так что грех его было не взять включает расширенную версию фильма он тут листовку какую-то положили реклама авторадио шлаг мы сейчас тем более не в машине чтобы слушать авторадио опять коробка с длинным шпинделем вот такой диск все нормально коробка потом естественно я заменю я все коробки меняю который вот с таким вот шпинделем дебильным капс которую из-за коробки чтобы диск вытащить надо кучу времени потратить так едем дальше форсажок 7 всего 149 рублей опять же у меня этой части нету ну и плюс последний фильм где почивший наш покинувший сыграет как его пол уокер погибший в автокатастрофе да и в принципе фильм там не вообще все форсажи нравится кто-то г да токийский дрифт так себе не знаю а мне нравится мне все форсажи нравится с удовольствием иногда их просто пересматриваю включаю там для фона например вот вот такой слип металлизированный блестящий вот так я им сейчас поиграю такой диск о отличная коробка о тут еще ништяков навалили вот такие фотографии тут какие-то черно-белая фотография с с полом уокером вот такая ну и уин дизел как в каком-то то ли журнале прочитал то ли в где-то в каком-то видео там его назвали не вин дизель а уин дизел вот ничего неплохо так дешево конечно но приятно но самое то что меня в этом издании удивило эта коробка с канава элит ее можно вот вот отличается даже вот такие углы у нее и вот здесь вот написаны элит это самые лучшие коробки вообще которые можно на этой земле найти блюрей коробки они все просто вот идеально нет там брака вот по крайней мере не встречал и логу у них напечатано отлично и сами коробки по качеству просто отличный очень рад что некоторые наши дистрибьюторы начали использовать эти коробки закупать их они же все таки у нас не продаются их можно только в америке заказать там в европе не знаю но вот такой форсажок едем дальше железный кулак принципе мне этот фильм я один раз его смотрел ну так скажем я его просто как-то не понял и вторую часть я смотрел что-то блин непонятная муть какая-то вот но тут квентин тарантино вот рассел кроу и все-таки решил я его еще раз взять но может его потом еще раз пересмотрю вот но с первого раза что не первую часть что вторую часть я вообще не понял но зрелище там неплохое вот такой диск железный кулак сделал так же вот такой вещицы элвины бурундуки всего 300 рублей ну не знаю но в принципе в принципе слишком детские слишком такие наивные но блин не знаю тут может быть от жадности или чтоб на полочке чтоб было побольше количества я все-таки решил это взять за 300 рублей тут ой ёпара сэте сейчас дойдем на этого тут три фильма в этом издании общий слип у них вот смотрим чем меня так поразил опять коробки элит элитные коробочки вот они на всех изданиях элвины бурундуки один открываем элит вторая часть коробка элит третья часть коробка также элит даже даже это вот я сомневался до этого как открыл то что я взял ну типа нафиг они слишком детские да ты не будешь это смотреть так же можно раздербанить ра только ради коробок да может по 100 рублей коробка это дорого но заказывать их из-за рубежа еще дороже так что приятный для меня мелкий но очень приятный бонус вот с этими коробками едем дальше еще вот таких 3 blu-ray 3d уже третий в моей коллекции фильм этот парк юрского периода периода это трилогия там есть первая часть коллекция стивена спилберга там тоже первая вторая часть вот и тут пришлось взять только ради 3d диска тоже 3d отдельно не купишь вот а тут как бы бурей 3d и и обычные здания вот таком слип кейсе вот только домой пришел и когда потрес узнал что диск слетел но хорошо слетел не 3d диск хотя и не поцарапался старая накатка из трилогии этой стрилогии накатка вот это уже новая накатка для 3d диска взял только ради 3d вот но по сути 3d я еще как-то не располагал я так к нему как-то отношусь пофигистически есть оно нет но но это парк юрского периода и просто только ради этого ну и плюс вот такой слип слип кейс или как слип кавер карман его еще иногда называют вот так такое вот издание прекрасное для меня едем дальше вот такой фильм опять взял смотрел я его плюс тут снимал его наш режиссер сергей бодров и вторая причина который я взял этот фильм тут джефф бриджес вот извиняюсь он мне так понравился после фильма железная хватка что я готов с ним любые фильмы все последующие смотри и покупать их извиняюсь 199 рублей за Blu-ray 3d плюс обычный Blu-ray также там на прилавке было обычное издание где но там разница в 100 рублей 99 рубля этот 199 такой тоже слип вот ну тут блин на одном шпинделе все Blu-ray 3d ай блин как же неудобно с них снимать и вот такой обычный с 2d версии 3d диск смотрел я фильм ну так сказать проходной так скажем ну в 3d пересмотрю может как бы и больше понравится седьмой сын вот в таком издании Blu-ray 3d и последний фильм сегодняшней нашей распаковки 47 Ронинов с Киану Ривзом в фильме этот не смотрел но на кинопоиске и других известных сайтах киноманских рейтинг у этого фильма небольшой так скажем фильм ну так себе вот но все равно я его взял 200 рублей посмотрю может быть может быть он мне понравится я иногда смотрю там фильм у рейтинга там 5 например а я такой посмотрел а в принципе мне неплохо понравился вот опять авторадио но мы же не за рулем чтобы авторадио рекламировать сейчас слушать даже его вот такие диски Blu-ray 3d и обычная 2d версия вот тут даже у слипа металлизированные металлизированное название такое вот блестящее ну что ж подведем итоги так скажем набрал целую кучу опять ставить уже некуда просто распихиваю куда могу вот но какие-то фильмы из этих проходные какие-то очень достойные какие-то ну средние но все это хочется вот лично для меня кто-то говорит зачем покупаешь скачал бы на 1.4 гигабайт рипчик да не хочу я привык все смотреть блин в самом лучшем качестве и высоком разрешении вот и блин подумаешь что я заплатил за это всего 2500 рублей сейчас игра на ps4 все новинки стоят по пять по шесть тысяч по четыре по пять по шесть он зависит от издания а тут 20 фильмов всего за 2 500 очень я это покупки доволен ну давайте заканчивать всем спасибо и всем пока 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 пока